Господи, 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 Царь Небесный, Утешайте души в стены, И же везде, если, И вся исполняй сокровища благих, И жизни подателю, Иди, сиди, сябны, И очистены всякие скверны, И спаси блажей души нашу. Отец наш Небесный, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови наше занятие по слову Твоему Святому с чадами, дару Господи нам всем благословения Твоих во все дни жизни нашей, чтобы мы прославляли имя Твоего Святое, и другие люди неверные Тебе узнали бы через нас о том, что Ты наш Спаситель и Господь слава Тебе, Божий наш слава Тебе. Говорят, вот по одежке встречают, по уму провожают, да? Ну вот, у меня, как всегда, в Верхий Завет, я через Иисуса Навина прихожу ко всему, ко страху Божьему. Хотите, скажите о страхе Божьем? Через что хотели бы сказать? Через что? О страхе Божьем через премудрость? О страхе Божьем, да, да. Ну вот, эта пословица, не действует она в народной среде. Народ, это вот стадо, видите, мы сейчас встречаем, ветвями машем, ветви, вот эти вербы наши, они заменяют пальмовые листья, которые в этот самый день растут где-то там в пределах Иерусалима. Постилали их почему? Пальмовые листья. Знаете, они вообще пальмовые листья, это интересно, очень предмет такой, это тарелки у них там заменяют они, на них выкладывают все. на пальмовых листьях, вот как у нас используют там всякую фольгу, там запекать, что-то там такое, все это там используется в этих пальмовых листьях. Почему? Он жесткий, во-первых, и вот такой вот широченный пальмовый лист. А постилали для чего? Для того, чтобы показать свое отношение к этому человеку. Что ты так для нас дорог, вот сейчас бабушки, ну, женщины в основном, постилают платки, даже носовые, вот так прям бросают перед епископом, не видел, никто. Ну, вы не в ту церковь ходите, у нас просто не бросают. А там бросают эти платки. Епископ прошел, там, ну, натоптали, они их берут, целуют. Какая благодать! Сам епископ прикоснулся. Ну, понять можно, да? Это же родители с кадилом, батюшка покадил и сразу дымся. Ну, тоже похоже. Ну, вот так вот Господу показали свое расположение эти люди. Почему? Ну, многие были исцелены, многие слышали слова, даже просто можно слово одно услышать, вот особенно это взоримо тогда, когда ты долго-долго не был среди верующих. Где-то там в больнице, может, лежал. Я часто там вот отсутствую в командировках, там, по полгода. А потом приезжаю и начинаю с верующего разговаривать. И такой бальзам на сердце, просто одно предложение, даже какое-то слово, просто кто-то скажет, «Спаси Господи», или там «Иисус Христос, Бог мой». Даже вот Вася, он такой неказистый у нас, Василий Николаевич, но он всегда говорит, мы, ну, когда прощаемся, говорят, ну, с Богом, обычно, да, с Богом, а он с Богом, со Христом, все время добавляет. Я сначала думаю, почему он добавил это, потом, как-то у меня не было долго, он добавил, так я думаю, а хорошо все-таки, вот что Христос говорит слово, неплохо это. Когда человек говорит о Христе, а даже сектант, когда сказал тебе Христос, и ты уже по-другому к нему относишься, к этому человеку. Так что вы будьте до конца уже верным народом, к Господу Богу, не как эти, которые приняли его с пальмами, принимали, принимали, а потом дружно уже через неделю распни его, распни его. Неделя не прошла даже еще. Уже распни его, все. И распяли же. Потом, правда, стыд охватил, да. А из-за чего? Распяли из-за чего? Решили. А, из-за чего так решили? Они думали, что он, царь, то, что он пришел освободить от римского гнета, но... Я тебе объясню, почему. Это по тому же самому, почему сейчас идет возврат к коммунизму. Семимильными шагами наша страна начинает возвращаться, ну, если не к самому коммунизму, то прям к идеологии коммунистической. Вот этот... Раньше это вот... Мы просто не замечали этого. Как-то это почему? Потому что нам говорили интернационализм, интернационализм, рабочие пролетали соединять, всех стран соединяйтесь. И мы как-то это все забыли. Забыли, как-то растворилось это... Патриотизм растворился во всех этих лозунгах. На самом деле, этот патриотизм, патриотизм, это любовь к отечеству. Это хорошее слово. Любовь к отчизне. Отчизне. Не Родина, мать зовет. Родина это мать, она, да? А у нас на небесах кто? Отец. У нас матери нету никакой на небесах, у нас отец. И поэтому, когда говорили раньше патриотизм, люди, они говорили об отчизне, той, которая там, на небесах. А это все трансформировалось потом, ну то есть переродилось вот в эту земную, где мы ходим, там малая отчизна начинает говорить, большая там отчизна, это большая эта страна, а малая отчизна, это тот дом, где ты родился, там то селение, там или городок, все. На самом деле, отчизна на небесах, отче, отче наш, и же и си на небесах, отец наш небесный. Отчего все это произошло? Потому что страх Божий потеряли, страх Божий. Что такое страх Божий? Боя, что Господь накажет за твои предрешения. Это неплохо, ты уже сказал, это уже благословение на тебе. А еще кто думает, что страх Божий? Точно так же? Каждый думает так? Бояться сделать грех. Бояться сделать грех. О, на другом уровне ты, святая девчушка, наша сестренка. Да, бояться сделать грех. Невероятно. А еще выше есть. Бояться огорчить своим поступком отца. Вот еще что есть. Не просто еще бояться это сделать, а еще бояться огорчить его. И ты тянется рука это совершить. Мозга работает, а ты думаешь, стоп, а отец, что говорил отец? И вот это вот называется любовь к отчизне, любовь к отцу, к тому, к отчему, что он тебе даровал. Не просто какой-то там мифический страх. Да, бояться. Многие боятся. Тюрьмы боятся многие. А лезут туда, во все ларьки. И идут на всякие преступления. А когда ты боишься оскорбить любимого, вот это ты показываешь любовь. Вот Адам побоялся оскорбить Бога или нет? Он боялся. Боялся. Так, кто еще как думает? Мы тут с вами сидим такие, ножки свесили на облаках, да? Или все-таки со скамеек, уже вот так колени торчат у некоторых. Ростом таким выше, чем я уже сказал. Он, наверное, об этом не подумал. Не подумал он. Че? Я уже сразу могу. Так, ну тут понятно уже, куда дело пошло. Ну так что? Вы так же думаете, коллеги? Да. По христианской вере, да? Боялся? И где он боялся? Чем? Че он сказал? Когда его спросил Господь? Он испугался после того, как он уже... Испугался? Чего он испугался-то? Когда испугался? Когда уже он понял, что волк его будет... Или нет? Это уже было поздно. Когда шестопсалм, мы стоим тут, читаем, вот сейчас Виктор Андреевич, шестопсалм. Это еще называется Адам, плач Адама у райских врат. С какой стороны в райские врата были? С той или с другой? Стоит у райских врат. Туда или обратно? Ну, куда? Ну, а какой стороны он находится? Вот туда, в церковь, или оттуда, сюда он пытается в Господу достучаться? С какой стороны? Туда. Туда. А почему? Почему? Потому что опять хочет быть в раю. Да, он хочет быть в раю. Но уже поздно быть в раю. И самое главное, то, что Адам не понял этого даже. Он не понял. Ему нужно, чтобы было осознать, нужно было попасть в ад. И там до конца он понял. И когда он понял, то Господь написано он вывел протест наших из ада в субботу. В субботний день. Он будет через неделю в субботний день, когда Господь сойдет в ад и выведет всех кого? Праведников. Праведников. Понимаешь? Адам хоть и кавился правильно, но он согрешивший был. И то же самое предстоит и нам тоже пройти. Мы и хоть и верующие будем и причащаемся, стоим здесь, молимся и праздники все, и вербы у нас радостные такие. Такие радостные. Вот такая радость такая непонятная. Как будто вот Господь нас просто на небо возьмет и все. Перед этим еще будет смерть. Но эта смерть уже не будет страшна. Почему и говорят, что для чего что здесь Господь оставил человеку? Ну и там кто какие там кто о чем говорит? Любой сейчас скажет. Зачем нас Господь оставил здесь на земле? Почему сразу не крестил и сразу в рай ты не верил? Чтобы человек научился умирать. Понятно? Умирать. А без страха Божия смерть будет люта. Если ты не боишься. от отца как мы сейчас говорили об этом. И так как ты говоришь правильно. И так как сказала сестра младшая. И то что я вам сказал в конце. Только тогда если мы будем все три вида страха Божия проходить это рабский слуги и сыновний. Все мы должны это пройти с вами. Когда будет сыновний у тебя сейчас сыновний? Страх Божий. боишься оскорбить Бога? А ты этого не сказал. Ты сказал просто что за грехи буду наказан. Ты чисто рабски сказал. А она уже сказала как слуга. Чтобы не делать греха. А нужно так любить Господа. что а для этого ты должен все время Библию из рук не выпускать. Я только должен сказать Иисус новин у тебя сразу в голове понеслись колесницы кони стена эрихона лазутчики там это ра в блуднице у тебя все должно вот так промикнуть переходит Иордан ты все знаешь уже. Почему? Ты не согрешишь когда будешь знать всю Библию. Тогда ты уже не согрешишь. Есть на что опираться. А пока что извини подвинься я не поверю. Может быть желание у тебя какое-то и появилось уже после того как мы тут побеседовали. Это неплохо. Плох тот солдат который не хочет стать адмиралом или генералом. Правильно? Молодец. Они еще может быть малы для этого. Сестра скромная. Ну Агнюшка уже так сказала что выше тебя. Так что что ты все что ты все ростом меряешься. Ты бы умом померялся. Давай сейчас умом померимся. Давай сейчас задам по вопросу и все легкочайшему. Легкочайшему. Так кем был Авель? Ай сейчас Ну давай ты же выше его. А он был пастухом. Пастухом. Чего кого паста? Овец. Овец. ладно хорошо молодец. Сейчас тебе задам вопрос. все было на одном месте. Так и когда был потоп на земле. Кто там был в Ковчеге? Ной? Ной сказал Ной молодец. Но он быстрее сказал. Так что ты это смотри а то у тебя перерастет скоро. Так что ну ладно неплохо уже неплохо. Уже просто те кто не знает Отца Небесного так бы не ответили быстренько. Хотя ты долго все думал молодец правильно Ваня не задаю потому что Ваня хорошо отвечает потяжелее даже а ему потяжелее ну хорошо давай потяжелее так потяжелее так ну при каком царе не буду говорить это ты не сможешь ответить наверное ну сейчас скажу кто из апостолов встретились на пути господу когда они шли в Ямаус лот подожди чем ты не лот врач который тот который написал Богородицу как говорят икону первую нового завета нового завета ты очень хорошо знаешь евангелие есть от него второе 3 3 2 сказал второе оно было 3 3 3 3 3 3 ты сказал да 3 3 евангелия написано лука так и кто шел тоже толкование не знаешь по толкованию клеопа клеопа слышали когда молитву читаем как лукей и клеопе господи спас поспешивался и ангела послал своего на встречу таки нам тоже поспешествую в нашем путешествии так что не забывайте об этом давай ваня дерзай бойся согрешить сестер не спрашиваем давайте немножко еще прочтем а то скажут что вы ничего не читаете божественного вот иисус новин итак но 7 глава но сыновья израилевы сделали преступление и взяли из заклонного ахан сын хармин сына завдея сына зары из колена иудина взял из заклонного и гнев господа возгорелся на сынов израиля из заклонного ну господь сказал не брать из этого ничего не трогать победили врагов все то что там какая добыча да или уничтожать или не трогать мы не для этого сюда пришли мы пришли взять обетованную землю а не то добро которое они тут нажили грехом своим но согрешили как его звали запомнили ахан ахан это очень известное имя запомните если вы откроете наш здесь вот трехтомник то там есть как ахана побивали камнями чем закончилось все о нем о нем поминает слово божие иисус из Иерихона послал людей в Гай что близ Бев Авена с восточной стороны Вефеля и сказал им пойдите осмотрите землю они пошли и осмотрели Гай и возвратились к Иисусу сказали ему не весь народ пусть идет а пусть пойдет около двух тысяч или около трех тысяч человек и поразит Гай всего народа не утруждай туда ибо их мало там вот и пошли они в этот Гай город для того чтобы уничтожить этих язычников немного их пошло вот там от двух до трех тысяч и начали они сражаться с Гаем и вдруг потерпели поражение до этого никаких поражений не терпели потому что Иисус разодрал одежды свои когда увидел все это и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера он и старейшины Израиля и посыпали прахом головы свои и сказал Иисус о Господи владыка для чего ты перевел народ этот через Иордан дабы предать нас в руки Аммареев и погубить нас о если бы мы остались и жили за Иорданом о Господи что сказать мне после того как Израиль обратил тыл врагам своим заметили как он с Господом беседует прям разговаривает с Господом а его нету рядом такой 결防 прям видел его все понимает но может быть он что-то и видел но явно что он Господа прям не видел как мы друг друга видим а беседует он так как с человеком но не просто как с человеком каким-то он беседует как со своим со своим царем или как со старшим как со старшим как со старейшиной беседует Он сразу совета просит, сразу кается, у него не надо ничего было там много думать, там вопрошать Господи, там да что там, да к чему, да почему там, он уже понимает, что-то не то, вот сердце подсказывает, что же не то. Вот слушайте дальше, как беседует он. Так, и дальше. Слушай, а нам не пора уже идти, а то батюшка на это очень сильно реагирует. Так, ну видите, как все сложно случилось, да? Это потом, они начали проявить, потому что один из израильтян взял себе одежду. Да, одежда золотая, там еще деньги были, и закопал в шатре своем. И вот его побили потом камнями. Ну, так, ладно, выводы потом будем делать. Жаль, что у нас все время мало времени. Пойдемте помолимся. Во имя Отца и Сына, Святого, Бухарного, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, 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 Господи, за великим гостей. Помоги мне на силу, Господи, слава тебе. С Богом. Порадуемся. Погови мне на силу, благослови. П� قوية Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, слава Отцу, Сыну и Святому Духу, и ныне и пресса и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй.